внимание а теперь ребята из волшебной стороны мы с вами опускаемся чуть ли не сказал дерьмо это то что называется мракобесие читаем что такое телегония опровергнута псевдонаучная биологическая концепция вот это вот и есть телегония вот это вот еще раз телегония это есть вот это соседство других сортов того же вида перевод свое плодовое пиццо имеет очень большое влияние соседство заметьте она не участвовала плодотворение не участвовала просто соседство внимание опровергнута псевдонаучная биологическая концепция существовавший 19 веке согласно которым внимание спаривание с предшествующими особенно самым первым сексуальным партнером существенно сказывается на наследственных признаках потом что женские особи получиваются испарения с последующими партнерами вы поняли о чем есть кстати не каждый даже еще вот так сразу у них я помню когда бывает послушала слушала ничего не поняла такое бывает а теперь почему я не признаю телегония признавалась в сороковых 50-х годах во времена господства правильно у Сенковщины вот с позиции современной науки данное представление предрассудок в и вере. Заблуждение, которое не подтверждается экспериментальными исследованиями и несовместимо с известными механизмами наследственности. Итак, крупнейший ученый, современный, но единственный почти, с которым я дружил, один из двух-трех, сказал так, Валерий Краснодарович, вы не правы, нет механизма чтобы пыльца попадала, чужая пыльца попадала и стала третьим этим партнером уже внутри растения. Нет такого механизма. Я сказал, не знаю, лишний раз посмотрел, как устроены разрезы перстик, тучинка, как пыльца попадает, если как она, движется по нему, что туда нет. Ну, короче, смотрите, чем заказчатся разговоры. Защиту науки, внимание, защитили. Комиссия по борьбе с наук, вы поняли, почему у нас никогда не будет садов? Я точно? Комиссия по борьбе с наукой, садовучих исследований. Гражданин Реплиев. Александр Алексеевич, какое вы имели право железо опечатать, а? Как вы осмелились? Куда комиссия смотрела? Одинственный раз я на прошлом этом, жапон вам жался, что мне это перекрыли кислород, не прошел, как называется, модерацию, один в афиле, не прошел модерацию. Но там касалось школьной программы. Всякое дерьмо можно проходить, а то, что я сказал, нельзя. Не прошел модерацию. А вот здесь что? Почему вы осмелились это все железо опечатать, а? Смотрите внимательно. Гражданин Реплиев. Защитную науку издаваемую комиссией по борьбе с женоукой. Внимание! Препрезидент Иран. Концепция существования Телегонии окоррестированных как псевдонаучная. Значит, наверное, это было, вспоминаем несколько бинаров назад, я привел данные, когда пыльца, вот, даже не, тут написано внутри вида, внутри вида, а там было как? Пыльца от кукурузы и опыляли во время, ну, фактически светения злаков и получали получали зерна, зерна, то ли пшеницы, то ли ржи, кажется, пшеницы, с новыми качествами. Вот эту комиссию разогнать, вот черта, чуть не сказал, грубее, чертовой матери. Может быть, она уже другая. Или они не знают, что в это время уже используют практику, причем в огромном масштабе, ведь это придумала наука, опылять пульсой кукурузы. Но сейчас я объясню, почему до сих пор у нас нет невикативной гоназации и почему у нас якобы не существует телегония. Только потому, что если уже запретили Лусенко, надо все полезное тоже запретить. Но нельзя сказать, что Лусенко негодяй, но этот негодяй значит ввел понятие в это, садовод ввел понятие в телегонии. Эктивная гоназация вместе с через серый фрон. Он пришел вторым номером в шон. Мичурин, садовод-любитель, потом уже академик. И Лусенко придет академию науку. И раз Лусенко была развеяна как явление, она говорила, чертовой матери, все запретите, все. сколько можно это продолжаться будет, а? А потом я еще добавлю это самое. Там еще будет одностраница. Ну, пусть это трудно для многих, кому-то просто, как посадить и как получить. вот, но все-таки просите меня вот за этот кусочек. Простите, я не мог как можно вот это вот, как можно вот это вот не рассказать об этом. но как? Ведь получилось так, что это письмо у меня, я не находил это, потому что у меня, я вас научу сейчас, как надо эти книги читать. Есть книги, которые читать некогда, некогда, да, вообще некогда. Вот полностью некогда, надо до этого взять сейчас мне книгу какую-нибудь. не, ладно, это уже будет немножко без сообщений попахивать, хотя в этом тоже есть, есть понятие теории вероятности. Пропускаю, ладно, потом напомните, я вас отдельно научу, как не читая книгу, можно использовать данные этой книги. Но это второй вопрос. И получается так, что вот это мы посмотрели, да, надо будет частично, подчеркиваю, надо будет частично Лусенко не признавать, а хотя бы изучать. Изучать можно как угодно. С одной стороны, с другой стороны. Вы помните, человека в каком-то кино спросили, с какой стороны доить корову? А я думаю, что же он ответит? Обыкновенный художественный фильм. Вот обыкновенный художественный. И вдруг его спрашивают, городского этого, говорят, а как под этим, подковырек, а как корову с какой стороны доить? А я думаю, господи, я сам не знаю, не замечал, не доил. А он так ответил, как коров доить? Вот. Если с одной стороны, там, вот, нет, ох, я уже забыл это выражение. если со стороны рогов, то с одной стороны, а если со стороны хвоста, то с другой стороны. Выкрутился мужик, а тот стоит, и думает, что он ответил, правильно, неправильно, как это так, если со стороны рогов, то с одной стороны, а со стороны хвоста, с другой. Выкрутился? Так вот, чтобы вот эта вот комиссия не выкручивалась, надо вот это все приводить в порядок. Все приводить в порядок. Я вроде не ученый. Куда я лезу? Со свинным рылом калашный ряд. Ну и там так все запущено. Каких это пор? Телегония стала этим. Как там внизу написано? Псевдоноуса. А? Вспомним про собак. Я вам рассказывал про этих диких карасей, которые что делали? Привозили это, покупали за валюту в Китае, привозили в аквариумах этих и выпускали пруды украинские. Мгновенно выздоравливали эти местные караси, потому что имея близкие родственные связи, они становились кривыми, горбатыми, слепыми, язвами покрыты. Только запускали. А я это знаю сам. Я когда в ней прямое отношение когда-то рассказывал. И вот тогда только до меня стало доходить. А как же так? Выливать? Вот. Но я просто привел еще один пример. Свежая кровь. И то, что в Сибири надо вот эти огромные количества. сейчас, я показывал кино, и сейчас переспелые, но уже чисто сладкие стали, переспелые. Там уже внутри брожение начинается. Вот. Вишни, которые были дикие, но сейчас они уже стали почти сладкие. Вкусные. И сейчас висит немеренные тысячи. А в Европе все гибли. Вот она, свежая кровь-то, да? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому